Сделал такую приспособу Но она не работает Всем доброе утро Всем доброе утро Вчера я Не снимал ничего Потому у нас такой скачок В датах Вчера мне плохо было Пол дня с головной болью Очень ужасно провалялся А потом вторые пол дня Пытался прийти в себя Потому что работы много Что сегодня Заехал на заправку Очень не знаю нестандартная ситуация Первый раз в такой ситуации Выехал в магазин Выехал в магазин и забыл кошелек Вообще забыл все карточки То есть все забыл выехал в магазин Заехал на заправку И это конечно меня поразило Заправился То есть как получилось Я подъехал пришел Заправщик говорит Типа помочь Говорю ну да У меня там было что-то денег Я уже ехал знал что я забыл Думаю сейчас заправлюсь и вернусь домой У меня там было ну литра на 3 Бензина Я ему говорю 3 литра А он понял что на 30 На 30 злотых И он заправляет меня на 35 даже злотых Я пришел на кассу Говорю ну у меня нет денег на 35 злотых То есть у меня надо ехать домой Они говорят без проблем Мы как бы номер записали Ничего страшного Приедете и вернете деньги И это конечно Вообще Честно ситуация нестандартная Мне как-то неудобно Но с другой стороны Блин это ну реально круто Вообще люди меня первый раз знают Я приехал заправился Пускай немного Но Сказали Пан приедет И потом Потом завезет деньги Ну я сказал Через час-полтора Я привезу Так что Вот так вот Ну а сегодняшний влог Я расскажу Как я сюда приехал Зачем я сюда приехал Как я попал здесь Как начинал То есть вообще Почему я сюда приехал Ну вот Вот такой сказ Ну в общем Давайте я расскажу Как я сюда попал Как вообще приехал в Польшу Почему именно Польша Но смотрите Ситуация была такая Я Большую часть своей жизни Больше 10 лет Проработал на стройках Причем И на фирменных стройках И в Москве И по Украине То есть Я довольно профессионально Занимался строительством Мы строили дома От фундамента до крыши Но в один В один прекрасный момент То есть Я повредил себе ногу Причем очень серьезно Была операция Там угроза жизни была И я пробыл На такой реабилитации Больше чем полгода Но И за эти полгода То есть Во-первых Операция много денег Съела Потому что взятки Нужно было давать Плюс Вот эта реабилитация Тоже денег Много съела Я понимал Что накопленных денег Мне все Ну не хватает И не хватает То есть До того момента Пока их вообще не стало Все деньги уже были потрачены И начались долги То есть Начал занимать в долг у друзей Тоже опять же Это до поры до времени Все было Что потом Ну потом Начал искать Что-то Что могло бы мне дать Какой-то хоть заработок Хоть какой-то заработок И вот как раз Начал я заниматься Онлайн бизнесом То есть Начал искать Какие-то возможности Сначала Обучался я Сео-продвижению Потом я обучался Контекстной рекламе Создавал сайты Что еще делать Ну в общем Начал создание сайтов Сео-продвижение Поисковое Потом увлекся Контекстом Мне это понравилось То есть Маркетингом Мне тоже это понравилось Появились первые клиенты В Украине В России Появились Ну и вот как раз В Украине Клиенты были Потом всплыли А как раз Остались московские клиенты И благодаря им Я вот и переехал В Москву сначала Начал вести им Рекламные кампании И параллельно Опять еще что-то Искал Потому что Понимал Что клиент Это хорошо Нужно что-то свое Открывать И вот так Началась моя деятельность В электронной коммерции То есть продажа Физических товаров Сначала небольшой Там небольшие продажи были Потом большие Потом магазин создал Один Потом второй Потом люди Знакомые Начали спрашивать Как ты это делаешь Расскажи Покажи Научи То есть Ну вот Вот так и занялся И опять же В Москве Когда уже был большой магазин Ну это был партнерский магазин Так как я Не гражданин РФ Я не мог открывать Юра лицо там На то время Ну Я Тогда мне так сказали Что нельзя Возможно Можно было Ну в общем Я сейчас Не уточняю эти все моменты Был партнерский Магазин Тоже до поры до времени Пока Пока партнер Меня удачно Не кинул С этим магазином Забрав его полностью Все Все счета на нем были Все деньги То есть Абсолютно все И Вот тогда я И задумался О переезде В Европу Потому что Давно хотел И как раз В тринадцатом году Мне эта мысль Очень так посетила И я Я начал ее активно развивать То есть Купил Фирму Ну в общем Я начал опять с нуля Опять создал магазин Тут такой же магазин С тем же ассортиментом И В общем Запустил Начал продавать Зарабатывать опять деньги И задумался О переезде То есть Самая на то время Простая Модель переезда Это Покупка фирмы И уже получение бизнес визы И переезд сюда И дальше развитие Ну в общем То что и произошло Я купил фирму Ну опять же Купил фирму Переехал Вроде бы все было Классно Все хорошо Поначалу И деньги И работа И все хорошо Интернет магазин Удаленный Сотрудники работ Я нахожусь здесь Зарабатываю деньги Есть фирма Планирую открывать Маркетинговое агентство Но у меня был поляк Гнида редкостная Который успешно Пускал пыль в глаза Я языка не очень Язык это не очень хорошо Понимал И всю Эту терминологию Ну в общем Гнида еще та Ну много денег В общем я на него потратил Он с меня Много денег сдаил И в итоге Куча ошибок И теперь Мы вот Расхлебываем эти ошибки По сей день Его С этой фирмой С этой регистрацией Ну вот тем не менее Все равно Я продолжаю заниматься Онлайн бизнесом Продажи Сейчас планируем Здесь В Польше Открывать Интернет магазин Таких же товаров Есть поставщик хороший И условия хорошие Но Но Есть но То есть Есть но Сейчас этим и но Все решаем Чуть позже Я о них тоже расскажу Запишу видео Так что вот так я переехал То есть такая ситуация возникла Что безвыходная ситуация Что нужно было искать работу Кормить семью У меня семья уже На то время была То есть Ну И пришлось что-то подыскивать Ну и слава богу Что нашел То Чем занимаюсь По сей день Мне это очень нравится И В принципе То что меня сейчас Это кормит Это вот как раз Онлайн бизнес Продажи Интернет магазины Ну плюс консультации Плюс Много еще чего Разных направлений Но Толчком Это как раз был Вот онлайн бизнес И переезд Кстати Но Решиться Решиться было Самое наверное Сложное На переезд То есть Во-первых Незнание языка Чужая страна Это была первая Моя вообще страна За границей Это первая за границей Первый перелет Первое впечатление То есть Все было впервые И Решиться на это Было очень сложно Но опять же Я ни капли не жалею Что решился на этот шаг Потому что Если нужно что-то менять В своей жизни Нужно менять Это кардинально Так вот Ну так и получилось Из Украины Я уехал в Москву И в Москве Чуть Ну не знаю Может год Чуть больше Пробыв Проработав Создав там Идею бизнеса И сам бизнес Потом это все Переехало сюда Ну вот Посидеть Работаю Так что Вот такая моя история Почему я здесь И как я сюда Переехал В общем съездил я Отвез денежку На заправку Ну ноль Ноль эмоций У ребят Вообще абсолютно И что меня Это Прям Прям очень удивило Вообще без проблем Спросил Как можно решить Этот вопрос Сказали Легко Сказали Ну приедешь И привезешь Деньги И все То есть А что они сделали Они То есть Я заправлялся Они Потом я уехал Они поставили Треугольнички То есть Запрет на въезд На эту заправку Чтобы Последняя Последняя заправка За мной зафиксировалась Все Спросили Через сколько Я приеду Ну и В общем все Я им сказал Примерно через пару часов Приеду Привезу денежку Ну Они сказали Окей Хорошо Ждем Так что Вот такой Нежданчик Я сам от себя Не ждал Что забуду Денежку Но В принципе Теперь Теперь буду знать Что вообще Нет никаких проблем Возможно Возможно На других заправках Так не будет Но Тем не менее У нас весело Соседи Музон Во всю Фух А я бассейн решил разобрать Ну блин Понятия Не знаю Как его Как его Правильно Как правильно Будут с него Сливать Вообще Не понимаю Сделал такую Приспособу Но Не работает То есть Чуть-чуть Что-то Выбежало Знаете Как Бензин С этого С бака Подсасывает Я шлангу Короче Опустил Вниз Чуть-чуть В этот Короче Фонтан Оно налилось Но Вообще Капля Тут же Блин Много Его Знаю Вообще Думаю Знать Еще Думаю Тут Короче Есть Такая Пробка Такая Пробка Есть Я думаю Может Может Вот так Вот Пальчиком Нажимать И Вот Все Сливать Это Блин Тоже Долго В общем Не знаю Что-то Буду В общем Что-то Буду Думать Вообще Весело Выходной Кстати Завтра Не пропустите Выпуск В завтрашнем Выпуске Расскажу Про Финальное Тестирование Бизнес Идеи Продажи Школьных Бантов Детских Бантов Не знаю Не только Школьные Банты Красивые Пушистые Как в Украине Продаются Для девочек Мы запустили рекламу Завтра Посмотрим Результат Результаты Вообще Результаты Результаты Уже есть Но я хочу Дотестировать Сегодня Завтра И уже В завтрашнем Выпуске Смотрите Чем это Закончится Потому что Там все-таки Моржа Довольно Большая Но кто не знает Что такое Моржа Можете погуглить Я не буду Сейчас про это Рассказывать То есть Ну если вкратце Это заработок Сколько на одной штуке Можно заработать Моржа Довольно неплохая И есть мысл Заморочиться В общем Так что Не пропустите Завтра В завтрашнем выпуске Я все расскажу Подробно Что и как Будем делать Всем до завтра